Почему так сложно быть осознанным все время? Я понимаю, что сейчас я сижу, и раньше я хотела, но что-то изменилось. Ум такой хитрый стал. Я думала о чем-то. Нет, не об осознанности. Это кажется таким глухом. Потом я прихожу, идусь, и я чувствую больше энергии, и это очень истинно. А после этого очень быстро перемена происходит, ум начинает говорить. Чем помочь? Как помочь? Чем помочь? Потому что никто не знает. Ты не знаешь. Я хочу. Но на самом деле я хочу. Но вот так происходит. Мы есть ум. Мы живем в уме. И ум означает неосознанно, сонно живем. И мы живем так. И сейчас ты начинаешь медитировать, потому что ты хочешь пробудиться. Это не значит, что твой сон очень быстро пройдет. Ум хочет спать. Будет битва, потому что мастер хочет пробудить тебя, а ум хочет пробуждаться. Он никогда не согласится пробуждаться. Что я там получу? Зачем это нужно? Оставь мастера, покупай свои вещи и уезжай сюда. Он начинает приводить очень хорошие аргументы. Он никогда не будет согласен на то, чтобы ты поехал к мастеру и медитировал. Но если ты будешь продолжать и делать это дальше, то он постепенно сдастся. Если вы спите каждый день, то вдруг утром, во время того, как вы хорошо спите, мама приходит и будет вас. Ты говоришь, нет, мама, я хочу поспать. Под дело залазишь. Через 15-20 минут она опять приходит и говорит, просыпайся. Ты говоришь, нет, я очень хорошо сплю. Она говорит, вот, 8 часов уже, просыпайся. А она начинает что-то делать, чтобы тебя разбудить, а ты начинаешь злиться на нее. Почему ты будешь меня? То же самое с мастером. Мастер ломает твой сон. Он хочет, чтобы ты покончил с эго. Но это очень сложная вещь. Самая сложная вещь. Он хочет прервать ваш сон, но никто не хочет засыпаться. Вы даже еще больше одеяло на себя натягиваете. Даже смотреть на него не хотите. Не прикасайся ко мне, мастер. Но мастер есть мастер. Он будет сначала кричать, потом возьмет твое одеяло. А ты отворачиваешься, пытаешься уснуть дальше. Хорошо. Тогда он берет воду, значит, на тебя брызгает. Ты говоришь, нет, не брызгай в воду, иначе я проснусь. Вот такая борьба происходит. Если ты все еще не пробуждаешься, он берет твой кровать, переворачивает, и ты падаешь. И тогда ты начинаешь что-то соображать. Мастер пробужденный, а вы... Ты говоришь даже, такой хороший сон, мастер. Пойдем, прикладывайся по спине. Мастер говорит, я знаю, я был во сне, я знаю сон. Сон это, да, очень хорошая вещь, можно наслаждаться. Но если ты пробудишься, ты будешь больше радостный. Более радостный. Все по-другому. Все будет совсем по-другому. Твое внутреннее глаз зрения откройся, ты все видишь. Но он не хочет. Он хочет спать, чтобы все было идеально, чтобы все было знакомо ему, безопасно. Когда вы в этой безопасности, в этой уверенности, не случится пробуждение. Пробуждение случается, когда есть неуверенность, небезопасность. Вот ночью вы, допустим, идете по улице. Даже по той улице, по которой днем вы ходите, знаете ее. А ночью, а вдруг, да, собака откуда-то, может быть, где-то в темноте, допустим, яма какая-то, вы можете упасть в эту яму. Если вы на скутере ездите, ночью вы можете упасть на той же дороге, на которой днем спокойно ездите. Так что ум означает темнота, он наслаждается этой темнотой. Когда вы в темноте, он более сильный, он укрепляется. Когда вы к свету подходите, он становится меньше, менее сильным. Так что ум никогда не позволит тебе уйти. Сердце и ум всегда сражаются, уют. Когда есть возможность помедитировать, вы говорите, нет, сегодня нет, пожалуй. А сердце говорит, да, почему бы, нет, может быть, новый какой-то опыт появится, я буду наслаждаться. И это сражение будет продолжаться до последней минуты. Он не хочет заканчиваться. Медитация означает, он хочет покончить с собой. Допустим, кто-то прыгает свисока или подвешивает себя за шею. Нужна для этого очень большая смелость, чтобы это сделать. Мало, очень мало кто может это сделать. Медитация готовит ум вот к этому, к тому, чтобы совершить это. И так же, когда вы медитируете, сначала вы начинаете видеть свой ум, насколько хитрый он. Все его уловки вы видите. И понимаете, насколько вы не идеальны. И тогда вы начинаете хотеть выйти за пределы этого. Вначале вы становитесь очень радостным. Потому что ваша энергия вдруг приходит в сердце. Потому что ваша энергия вдруг приходит в сердце. В основном всех саньяси, которые проходят в медитацию, в первом году очень хорошо. Первый год он летает. Второй год потихоньку приземляется. Третий год целый все исчезает. Никакой радости. И тогда люди бросают медитацию. Ничего такого. Закрываешь глаза, смотришь свой, наблюдаешь тот грязный ум. Тот же ум, те же вещи. Все то же самое каждый день. Все скучно становится. Ничего не происходит. Они хотят покинуть это. Это происходит потому, что в начале вы не знаете, что такое медитация. В начале очень многие люди получают очень высокие опыты. Летающие такие какие-то. И тогда вы говорите, ага, я знаю, что такое медитация. Как только вы говорите, я знаю медитацию, все это заканчивается. Радость заканчивается. Даже Будды, те, кто знают на самом деле, они полностью знают. Они говорят, мы не знаем. Те, кто не знают, они наоборот говорят, я знаю. Идет в церковь. Он говорит, идите вот к папу. Он говорит, да, я тебя очищу. Я все твои грехи очищу. Даже его самого грехи не очищу. Я закончу всю твою плохую карму. Приходи. Вот так вот. Так что ум никогда вам не позволит. А сердце говорит, да, я на правильном пути. И когда вы думаете, что вы знаете, радость ваша заканчивается. Ага. Когда вы думаете, что вы знаете, что такое медитация, вы начинаете трясти всех медитацией, чтобы делали отца, мать, сестру, всех заставлять медитировать. А потом ты начинаешь давать лекции какие-то про это. Беседы вести об этом. Как будто бы ты знаешь. И тогда все заканчивается у тебя. Истинная радость у тебя заканчивается. Что ты можешь говорить, можешь сказать. Но наедине с собой замолчаешь, там есть молчание спокойно. У морячков первые шесть месяцев очень хорошо, они наслаждаются, а через шесть месяцев нет ничего. Через один год все заканчивается. Приходит ум, и он все это высасывает. Он высасывает всю радость. Он самый большой вот этот пылесос. Самую большую радость он может засосать в себя. Ничего не останется. Так что пусть ум продолжает болтать, не слушай его. Он будет пытаться увести тебя. Но ты слушай свое сердце. Слушай свою радость. Слушай свой сил. Если слушаешь свой ум, он будет сильным. Если слушаешь свое сердце, оно будет сильным. Слушай, и также делай каждый день медитацию. Чем больше, насколько это возможно, будь в энергии сасанга, во футмастера. И тогда это будет развиваться. Сердце будет развиваться. Будет открываться больше и больше. Хорошо. Заканчиваем сейчас.